Субтитры сделал DimaTorzok Привет, с вами YouTube-канал Лава Лампа, и это шоу Первый Левел. У нас в гостях Марина Тинкер. Всем привет! Марина Воронина. Косплеер, ивент-менеджер в CDM, ведущая гик-мероприятий. Игровой стаж, 18 лет. Любимая платформа, Nintendo Switch. Любимые игры, Ace of the Orny, Legend of Zelda Breeze, of the Wild, Tekken. Фан-факт о себе. Первым косплеем был Sailor Moon в 2001 году. Ведущая Comic-Con Online, ведущая Bubble Comics Con. Расскажи сразу же, с чего у тебя началось увлечение играми в целом? Увлечение играми началось с моего батя. Сколько я себя помню, всегда дома был комп, всегда был интернет. Вот реально с тех пор, как я какие-то осознанные вещи помню в своей жизни, это батя сидит и играет в Doom. Меня папа просто обожает Doom. Он знает каждый секретик, каждую дверь, каждое всё. То есть до сих пор я включаю в геймпассе Doom, он проходит мимо, когда там, если я играю при нём, такой, о, сейчас сюда зайди, потом туда зайди. И вот я там, не знаю, трёхлетняя, сижу, смотрю, как папа убивает демонов. Было просто замечательно. Я сама познакомилась с играми чуть попроще, потому что, опять же, очень мелкая была. И моими первыми играми были флэш-игры про Барби на сайте barbi.com. Они до сих пор просто потрясающие, шикарные. Это всякие переодевашки. Вот до того, как переодевашки стали трешовыми, где там Эльза беременна, ей нужно вырвать зуб, вот это всё. Переодевашки, какие-то спасения животных, сходить за покупками, что-то такое. А потом начался более осознанный какой-то период. Вот появились диски с кем-то пиратскими эмуляторами игр с приставок. У меня приставок в доме никогда не было в детстве. Были и Аладдин, и Король Лев, и что-то там только не было. Были покемоны черно-белые. Вот как-то так начала играть в игры. Игры всегда казались чем-то прикольным. Но в основном играла где-то у друзей, чуть-чуть, где-то по чуть-чуть. Ну какой сейчас у тебя, наверное, любимый жанр? И первая игра, которая вот прям тебя для него открыла? Это текстовые квесты. И это Ace Attorney. Я обожаю Ace Attorney, всю линейку. Я играла во всё, кроме вот последней, которая вышла про Древнюю Японию, по-моему, какая-то. Я не помню, как она называется. Обожаю. Мне её показал мой сосед по парте, который на Nintendo 2DS играл под партой в эту игру. Кричал objection посреди уроков. И вот как-то я думала, что он там делает, какая-то странная игра. А потом однажды взяла приставку в руки. И вот с тех пор, мне кажется, начала любить текстовые квесты. Ну и не могу не сказать, что я просто симмер со стажем. Я очень люблю Sims, все части. Кроме третьей. Третье говно. Да. Ну, банально, но Sims очень... Почему третье говно? Да потому что говно. Потому что обещали нормальный открытый мир, а сделали говно. Пустая игра, без наполнения, без каких-то нормальных аддонов. Всем всё обещали. Но после второй части, которая была гениальной, я надеюсь, что когда-нибудь перестанут клепать Sims 4, Sims 5, Sims 6, и сделают просто сенемастер второго, и можно будет уходить на пенсию. Расскажи, на каких сейчас консолях ты играешь? Я так понимаю, что основные Xbox и Switch. Так и есть. У меня Xbox Series S и Nintendo Switch. Ещё я играю на Game Boy сейчас по чуть-чуть. И играю на 3DS, продолжаю играть также. А как так получилось, что PlayStation прошёл у меня? Ой, это весёлая история. Она тоже связана с моим папой. Мой папа журналист, он писал про технику. Раньше у него была рубрика «Хай-тек» в журнале. В каком? Итоге. Да, давно-давно. И это была такая история. Ребёнок с горящими глазами переходит к папе и говорит, папа, давай купим PlayStation 1. Он говорит, ну скоро выйдет второй PlayStation, зачем покупать первый? Мы дождёмся второго, купим. Это забывается. Папа, давай купим второй PlayStation. Скоро выйдет третий PlayStation, будет офигительно вообще. Купим третий сразу, всё, забились, покупать. Я прихожу на Игромир, и там была презентация Кинекта. Я такая, вау, Кинект, так круто! Я покупаю Xbox 360, не играю в него примерно никогда, потому что у меня не было проводника, наверное, знакомого, который показал бы мне нормальные игры. У меня там в классе пацаны играли в основном как раз на PlayStation, и они играли, например, в какие-то такие игры, там типа, не знаю, Mortal Kombat, чего-то ещё. А вот какие-то классные там франшизы, которые были как раз в рассвете Xbox 360, они просто их пропускали мимо себя и мимо меня в том числе. Я как бы, я прессу не читала какую-то тематическую, передачу не смотрела, всё, что я узнавала, что в классе, типа, рассказывают, ой, интересно. Вот, и поэтому Xbox простоял, пропылился и был продан. И я такая, ну всё, значит, PS4 тоже не помню, почему мимо меня прошла. По-моему, просто мне в тот момент, я познакомилась с компанией Nintendo, и меня туда куда-то унесло, мне стало неинтересно. Я такая, всё, я покупаю PlayStation 5. Потом началась вся эта эпопея с тем, что его очень сложно было купить. Потом мне рассказали, что есть такая замечательная вещь, как Game Pass. И вот я опять с Xbox. Но в этот раз уже более осознанно и весело. Но я хочу купить себе PlayStation, чтобы закрыть этот гешталь. Я так понимаю, что если ты по текстовым квестам угораешь, то вот эти вот кинематографичные игры Sony тебе не особо интересны. Ну, я люблю их смотреть, я люблю смотреть, как кто-то играет в игры в целом. Я очень люблю летсплеи, я меньше люблю стримы, потому что они очень длинные обычно и по ночам идут. Ну, нет, они прикольные. Вот ради чего бы я купила Соньку? Реально, ради вот этих вот киноигр прикольных, типа Detroit Become Human и прочих. Ну, при том, что да, там есть как бы и для косплея какие-то, наверное... Ну, у Sony всё такое какое-то... Я люблю всё яркое, поэтому я очень люблю Nintendo, я люблю косплеить Nintendo. Forbidden West. Всё как вот, ну, не моя эстетика немножечко. Там совершенно безумные костюмы. Ну, наверное, но большинство это вот просто а-ля реальные люди. Я за что не люблю даже фильмы какие-то сейчас про супергероику и прочее, потому что был классный, яркий комиксный мир. Взяли, всё затемнили, умрачнили, костюмы упростили. Такой, ну, а нафига надо тогда, если всё это не яркое? Ну, сейчас вроде опять пытаются, но... Ну, посмотрим, посмотрим. Туда-сюда. А из супергеройских фильмов, ты вообще, вот, что тебе последнее понравилось? Три человека-паука с Томом Холдом я посмотрела залпом, мне очень понравилось. Вообще, я не фанат супергероики как таковой. Я вот больше в аниме угораю куда-то туда. Ну, вот из всех, наверное, Человек-паук с Томом Холдом просто потрясающий. Он такой какой-то лёгкий, подростковый, опять же, яркий, наивный, очень милый. То есть вот эти все Марвелы на сложных щах, и особенно DC на сложных щах, это немножко не про меня, наверное. Ну, сейчас DC перезапустится, посмотрим. Ну, в какой очередной раз? Посмотрим, что получится. Ну, по большому счёту, в первый. То есть киновселенная DC перезапускается в первый раз. Там просто были ещё вот эти вот всякие Джокеры и прочие ответвления. Фу. Расскажи немного про, собственно, твою любовь к Нинтендо. Ну, опять же, познакомил его случайно. То есть одноклассник, который играл всегда в Нинтендо 3DS, он сыграл во все игры, которые были переведены на английский язык. Потом он начал играть на японском, выучил японский, уехал в Японию. И вот как-то он меня всё время... Он проходил, он про них рассказывал, он в них играл прямо рядом со мной. И потом в какой-то момент жизни у меня появилась своя собственная 3DS уже, и меня было просто не оторвать. То есть я поняла, что... У меня всегда было очень сложно найти свой жанр игр, наверное, потому что я не люблю играть в сложное во что-то. То есть я всегда, если есть выбор story mode, я такая туда. Я хочу пройти до конца, а не страдать. У меня есть вечер, чтобы отдохнуть, и я хочу пройти как можно больше и не страдать. И нинтендовские игры дают именно вот это ощущение. То есть они как бы family friendly практически все, кроме Metroid Dread, который мне просто взорвал жопу. Но я стараюсь, я почти его прошла. Ну вот, наверное, как-то так я с ними познакомилась. Сначала с 3DS, потом на Nintendo Switch уже перешла. Первая, мне кажется, осознанно пройденная целиком игра как раз для меня была Super Mario Odyssey. Потом меня познакомили с Breath of the Wild, и я не могу остановиться в нее играть. Это лучшая игра на свете. Я очень жду вторую часть, обожаю Breath of the Wild. А ты ее не прошла, да? Ты просто в ней... Нет, я ее прошла, я ее прошла. После этого, как я ее прошла, я откатила назад, и теперь я просто гуляю там по этим лесам-полям, собираю семечки, кашу-траву своим мечом. В общем, я живу в ней. Ну понятно, тебе, значит, получается, больше процесс нравится. Да, мне не нравится сложность в играх. Мне в жизни сложности хватает. Да, но она же как бы подстегивает, в том числе, интерес какой-то. Или тебе просто прям от игр вообще не нужно никакого испытания? Вот это радостное чувство, когда ты победил босса, разобрался в том, как это сделать. Одна секунда этого счастья не стоит трех часов этого босса, который был до этого. Не знаю, для меня это так. Но когда это совсем упрощается, то есть я играла в Ведьмаке на стори-моде, это было отвратительно, потому что у тебя по-прежнему сохраняется сложность с какими-то там тварями, которые просто бегают по лесу. Я ничего не прокачивала вообще, и в итоге на финального босса я вышла с голой жопы, у меня реально есть только меч, и все. Я такая, ну... А до этого в заставках во всех, реально всех каких-то боссов тематических, игровых, я просто перерубала один раз, и заставка заканчивалась. Но это было слишком просто. То есть это было даже уже неинтересно, но почему-то на финального они решили оставить сложность при себе, поэтому мой геральт умер, и не допрошел до конца. Зараза, сука, подла, она и на него чары наложила. У тебя, значит, печальный финал. Да. А, то есть ты даже не убила босса? Я не убила босса. А, ты не видела концовку, видимо. Я надеюсь, что когда-нибудь я перепройду все нормально, осознанно. Это тоже был мой первый опыт такой сложной игры в целом, наверное, «Ведьмак 3». Это был карантин. Я не так давно в играх, как казалось бы. Я просто теперь могу себе позволить все это покупать и играть. Весь время и деньги, и наслаждение от этого всего, и знание, во что правильно играть. Я хочу заново все просто перепройти, наверное, уже более осознанно, чтобы уже все сделать. У нас конкурс внезапно от Bubble Comics. Ребята подготовили для вас такой рюкзачок крутейший. Вот, и в нем предыстория «Майор Гром. Трудного детства» с автографами актеров. И плюс еще вот такая кепка потрясающая. И еще комикс «Майор Гром. Чумной доктор». Ваша задача — придумать несуществующего персонажа вселенной Bubble Comics и объяснить, почему он там должен быть. Пишите ваши идеи в комментариях. Автор самого классного персонажа получит вот этот чудесный набор. Давай перейдем к косплею. Расскажи, как все началось. Все началось с увлечения аниме, как и у многих косплееров. Я начала смотреть аниме так вот прям постоянно, плотно, там, с друзьями. В каком возрасте? В 12-13 лет, наверное. Ну, то есть, как бы, я и раньше что-то смотрела, но тогда прям все, типа, я этот, отеку, вся в значках, вот это с ушами, вот это вот все у меня было. И я узнала, что косплееры существуют не только где-то там в Японии, за рубежом, а что они, вот они, есть здесь, есть классные фестивали. Я сходила на один фестиваль, просто с открытым ртом с него пришла такая, «Все, я хочу, мама, мы шьем косплей!» И мы сшили косплей. Это был 2009 год. А с какого конкретно персонажа все началось? Все началось с персонажа Хина Ичиго из аниме «Розен Мейден». Это аниме про сестер кукол, которых создал кукольник по имени Розен. И он не выбрал, какая из них самая идеальная, такой, «Деритесь». И вот они дерутся. Я выбрала самую миленькую куклу, которая с огромным розовым бантом, в розовом платье, потому что моя мама очень переживала, что я буду косплеить что-то такое кровавое, стрёмное, криповое. Сейчас она уже не переживает по этому поводу. И я просто умолчала в тот момент, что ее сожрали во втором сезоне аниме. А так, да, все началось с Хина Ичиго, потом была Кики из ведьминой службы доставки Хаяо Миядзаки, мой любимый мультик Миядзаки. Потом пошли вокалоиды небезызвестные, и вот и пошло, и пошло, и пошло. Но в итоге у тебя как бы твоя, как сказать, твой псевдоним включает Тинкер, да? Не из Доты, да. В честь Тинкер Белл. Расскажи, как у тебя сложились с ней отношения? Ой, наши отношения с ней появились лет в 10, наверное, когда я просто такая, все, это мой персонаж. Я не знаю, почему, откуда она возникла в моей жизни, просто такая, все, это мой персонаж. У меня будут все тетрадки с ней, все пеналы, ручки, толстовки, куклы, все, что я видела с ней, я покупала, коллекционировала, взяла себе этот никнейм просто везде в разных форматах. То это было полное имя, то это было сокращение какое-то, что-то еще. И вот в какой-то момент я не делала на нее косплей с самого начала, потому что к нему нужно было дозреть во всех смыслах, потому что она такая, во-первых, женщина фигуристая, мне в 14 лет еще подростково-пубертатный период. Смотрелось бы это очень оляписто. Плюс действительно сложный костюм был. Там и роспись, и крылья, и что-то еще надо было делать. Тогда, когда ты не понимаешь вообще, из чего это все делать, мы просто... Ну, какое-то время я просто к нему реально дозревала. И вот в 11-м, по-моему, году я ее наконец-то сделала. С тех пор так и делаю. Как ты относишься к тому, что сейчас в последнее время делает Диснея, собственно, со своими персонажами, франшизами в целом? Ну, я считаю, что у Диснея сейчас один из их закатов происходит. То есть я вообще, я за любые ремейки. Я их люблю, я их смотрю. Я буду косплеить Тинкербелл из нового Питера Пена в любом случае, не делая блэкфейс при этом. Мне абсолютно пофиг на цвет кожи персонажей. Мне не пофиг только на Эмму Лотсон, который сыграл Бейль в «Красавец и чудовище», потому что это было отвратительно. Так, ну, чем больше контента по старому какому-то контенту, если можно так сказать, тем больше новых игрушек по старым мультикам выходит, тем больше денег тратят коллекционеры. Меня все устраивает в этой жизни, но я считаю, что все равно то, что происходит сейчас, это очередной закат, чтобы лет через 10 произошел очередной ренессанс. То есть у Дисней это уже не первый раз. Была золотая эпоха при Волте Диснея, со смертью Волта Диснея она закончилась. Потом с 60-х, поздних 60-х до поздних 80-х выходило тоже непонятно что. Вот я даже не могу сейчас назвать ни одного приличного мультика, который выходил в этот период. И потом в 89-м году вышла «Русалочка». Это ренессанс Дисней. Он продлился где-то года до 2013-го, когда вышел «Фроузен», и потом чуть-чуть все опять пошло на спад. Ну, просто невозможно все время идти в гору. Нужно какие-то, мне кажется, и падения припринять, чтобы понимать, что у тебя вообще в компании происходит. Ну, Дисней это не первый раз такое. Поэтому я просто жду, когда выйдет новый какой-то классный контент. Ну, «Фроузен»-то в итоге тоже там уже прямо со второй части. Ну, «Фроузен» — это франшиза, которая приносит невероятное количество денег компании. Поэтому я понимаю их решение по поводу того, что «Фроузен» будут до конца. Опять же, меня все устраивает как фаната, потому что я получаю новые куклы, я получаю фидбэк на косплей, я получаю вообще все от этой жизни. Я получаю новые классные песни в исполнении классных актрис. И просто Анна и Эльза... Есть же отдельная франшиза «Дисней Принцесс». Анна и Эльза в нее не включены, они не считаются дистейскими принцессами официально. Потому что они вдвоем приносят больше денег, чем все вот эти женщины вместе взятые. Их даже не короновали как принцесс. То есть они как «Человек-паук» среди принцесс? Абсолютно точно. «Человек-паук» тоже сам по себе заработает очень хорошо. Ну да, он изначально больше стоил, чем все остальные персонажи. Больше 50 лет самый любимый герой у мальчиков уже есть, я не ошибаюсь. Понятно, почему. Потому что он такой... Да он классный! Он самый классный. Он приземленный просто, близкий людям. Бэтмену тяжелее сопереживать, потому что он богатый. Потому что он отстойный! Это самый отстойный супергерой! Сейчас все дизлайк поставят, я знаю. У него не суперсилы, ничего. Он грустный, унылый говнюк. Фу! Бэтмен просто скучный, богатый ублюдок с испорченным детством! Ты сильно упрощаешь! В этом же кайф определенный, что у него нет суперсилы. Нет, не знаю. Суперсила – деньги. Вау! У Тони Старка тоже! Ну вот, да. Но он хотя бы тусуется с классными чуваками. Ты упомянула, что готова сделать косплей на темнокожего персонажа. Я так понимаю, что... Не затемняя кожу. Не затемняя кожу, что для тебя как бы прям вот в косплее полное, там, стопроцентное сходство, оно в целом не обязательно. Просто есть косплееры, которые, знаешь, такие... Ну, этот персонаж темнокожий, как бы, сори, я его делать не буду, потому что... Ну, это правильно тоже подход. Я просто уже на своей косплей-пенсии, можно сказать. То есть мне уже пофигу, что про меня скажут. Мне пофигу, что на меня напишут, что вообще где. Я делаю всё в своё удовольствие. Поэтому я могу себе позволить всё, что угодно, но не блэкфейс. Потому что блэкфейс — это плохо. Это отвратительно. И я это осуждаю. Нет, это понятно. Ну, многим, кстати, в косплее это непонятно. Многие с этим не согласны. Но это их дело как бы тоже. Мне уже пофиг на тем, кому это... В России кто-то до сих пор делает блэкфейс в косплее. До сих пор, вот буквально, да. Я вернулась в фестиваль в Казани. Там было несколько ребяток, которые... Ну, не видите в этом ничего плохого? Окей, как бы я ничего не буду оспаривать. Я своё мнение об этом уже много раз рассказывала. То есть даже никто там им ничего не сказал просто? Ну, в России всем кристаллический пофиг. Но если ты не работаешь на зарубежную аудиторию, то она об этом никогда, наверное, не узнает. Наверное, так. Для меня, ну, в целом, какой-то сход. Для меня больше фана — собрать костюм в своём видении каком-то. То есть доработать какие-то детали, сделать так, чтобы это шло мне, потому что это тоже очень важный момент. То есть там, не знаю, взять какую-нибудь «Принцессу-пич», которую я делала. Я хочу переделать какие-то детали, потому что, смотри, я делала парикс ровно вот как вот у неё, вот эта вот прическа такая угловато есть в игре. Я хочу сейчас сделать что-то более реалистичное, потому что я понимаю, что на моей голове это будет смотреться прикольнее, это будет смотреться выигрышнее. Для меня это более важно, нежели какое-то там точное попадание в канон. Стопроцентное попадание в канон — это тоже круто, но не всегда. Я так понимаю, что многие косплееры, они такие, типа, я такой, я пустой лист, чистый лист, и я хочу, чтобы люди во мне видели именно персонажа, а меня вообще как бы за ним не стояло. Я так понимаю, что ты всё-таки пытаешься как-то себя всё-таки проявить в своих образах? Ну, наверное, да, потому что, ну, на всех персонажей похожим не будешь, к любому. Хотя есть, как, Эли Сентабит, по-моему, зовут, который, она реально выглядит как чистый лист, ну, там идеальные черты лица, идеальная фигура, что хочешь рисуй на своём лице, будешь похож вообще на всех. Но это тоже всё равно, это её фишка, то есть всё равно все знают, что это Эли Сентабит, по-моему, так зовут, если не ошибаюсь. Я больше люблю косплееров, которые привносят что-то своё, то есть какие-то свои видения, свои дизайны, свои идеи в фотосетах, чтобы это не были какие-то одинаковые на белом фоне, там, три статичные позы из игры или из мультфильма. Это всегда как-то смотрится интереснее, то есть, ну, персонажей не так много популярных, а косплееров популярных ещё меньше, и цепляют именно те, кто делают какой-то интересный контент свой, собственный. Ты говоришь, что ты вышла на косплей-пенсию. Что в твоём понимании это значит? То есть у тебя в какой-то момент была прям косплей-работа? Косплей-работа для меня... У меня был опыт работы как косплеера, но это никогда не было моей профессией, это всегда оставалось моим хобби. Я успела поработать в золотые годы на российский офис Nintendo «Принцесса и Пич», было классно. Я успела поработать принцессой-жвачкой из Adventure Time на Cartoon Network, тоже было классно. Всё остальное для меня это чисто хобби-история. Я вышла на косплей-пенсию в том плане, что я не бегу за какими-то охватами, у меня упало всё в Инстаграме, у меня есть вот мой телеграм-канал, в котором вот возятся мои классные ребятки, мы с ними общаемся. У меня нет такого, чтобы каждый месяц я выдавала какой-то контент, что к каждому новому фестивалю у меня новый костюм. Вышел, не знаю, очередной персонаж в Genshin Impact, я быстро побежала его делать, чтобы собрать все лайки, охваты и кристаллики от Хуеверс. И, в общем, я этим не занимаюсь. Я просто делаю в своё удовольствие персонажей, которые мне нравятся, персонажей, которые, может быть, мне уже не так подходят, как тогда, когда мне было 15 лет, но зато мне в кайф. По большому счёту, значит, косплей для тебя, ну, просто тоже как бы на предыдущих интервью в том числе обсуждали, что в целом это хобби, не приносящее денег, а в которое нужно вливать деньги. Ну, это хобби, хобби. На хобби тратятся деньги, да. Нет, приятно, когда косплей приносит какие-то плюшки, но и без них мне тоже приятно. Как бы если... Я знаю, что многие ребята, кто именно делает коммерческий косплей, они теряют заработок, они уходят из косплея. То есть им это уже неинтересно. Для меня косплеи не завязаны заработки, поэтому пока мне нравится, я косплею. Так, а в чём у тебя тогда основная деятельность? Я ивент-менеджер, я делаю детские праздники. С использованием знаний, в том числе из мира косплея или нет? Абсолютно точно. Я открыла свои какие-то менеджерские навыки. Я довольно неплохой руководитель, но не буду врать. То есть я хорошо руковожу людьми, ну, как я считаю, как, видимо, считает мой работодатель. Спасибо ему. Я начала ставить сценки с косплея. Типа, вот я спешу сценарии, я расставляю людей, я ставлю какие-то танцы, я распределяю роли, я записываю фонограммы, я там просто, ну, не знаю, я делаю весь этот процесс, и мне это интересно. То есть я такой вот именно ивент-режиссёр получается. Потом я начала работать в профессии детского аниматора тоже. Типа, ну, я же косплею, я же могу, наверное. Оказалось, могу. Хотя косплеер не равно аниматор ни на каком уровне, начинает с костюмов, заканчивая скиллами, но бывают аниматоры и косплееры. Ну, как и в любой профессии, человек может оказаться косплеером внезапно или не внезапно. Вот. И вот так я пришла в свою профессию, потом я на неё отучилась в институте, и вот теперь работаю. То есть ты прям организуешь большие какие-то мероприятия для детей в Москве? И большие, и маленькие, и не только для детей. У нас есть очень классный проект. И для взрослых. И для взрослых в том числе. Нет, всё, что угодно, любой каприз за ваши деньги, как говорится. У нас есть классный сайт проект Гик-магазин нашего, на рамках которого мы тоже делаем разные там дни рождения Человека-паука, но это не в детский день рождения, там просто все фанаты Человека-паука к нам приходят и вместе тусуются. Делаем автограф-сессии с издательством Bubble, делаем всякие другие истории, тоже классные, на фоне нашего магазина. То есть это уже для более старшей аудитории. Вот. Был всякое. Делали так же мы один раз. Я, просто мой золотой проект на базе ЦДМ на Лубянке мы делали Big Asian Fest. Это первый день был полностью посвящен кей-попу, второй день был посвящен косплею, и просто два дня, нон-стопом был очень крутой фестиваль, вышло прям здорово. Каким-то образом, во-первых, мы шли ровно в тайминге, вот поминутно, как он был написан, я такого в первый раз еще в жизни не видел, это было прям наслаждение организатора в этот момент. Все сработало хорошо, и звук, и свет, и косплееры вовремя пришли, и танцоры круто танцевали, все спонсоры дали офигенные подарки. Прям вот мой проект, которым я горжусь. Я так понимаю, что ты в силу своей любви к Диснею в том числе не раз ездила на D23, назовем это так. Трижды. Да, это специальный такой конвент, посвященный, собственно, продуктам Диснея в основном. Но я так понимаю, что там сейчас и Марвел, и Звездные войны тоже подсовывают. Дисней Пла со всеми проектами, да, было очень странно видеть Симпсонов на диснеевской выставке, но теперь все, что Дисней забрал в себя, все на D23 показывают. Ну, не все, они там что-то на Star Wars Celebration, отдельно что-то на мероприятиях по Марвелу, но да, D23 такой сборник, там еще, я так понимаю, что 23 это... Это год основания компании. Год основания Диснея, да. Я очень хотела туда попасть, я до этого уже ездила в Штаты, я была на Сан-Диего Комик-Коне, говно полное. Почему? Да потому что, если ты не хочешь ночевать... Вот как себе люди представляют Сан-Диего Комик-Кон, что там невероятные стенды всех компаний, миллиард людей, звезды Марвел ходят вокруг тебя, я не знаю, все вот это вот. В первый раз действительно завораживает, но чтобы хоть что-то увидеть из того, чем знаменит Сан-Диего Комик-Кон, то есть эти панели со звездами, презентации прям самых хитовых новинок, нужно два дня ночевать в очереди на улице. Ну, такое, если честно. Все эксклюзивы раскуплены этими барыгами, в общем, стенды компаний какие-то суперсухие, без какого-либо интерактива, то есть, не знаю, на Игромире веселее, вот честно могу сказать. Один раз посетить, вдохновиться, наверное, здорово. А вот, не знаю, я второй раз приезжал, третий раз приезжал, уже было прям откровенно скучно. А на Ди-23 лучше? Ди-23 потрясающе, абсолютно. Там, поскольку это точечная атмосфера, там, во-первых, меньше людей, нет вот этой адской давки, как на Сан-Диего Комик-Коне. Там очень много знакомых со всего мира туда приезжает, потому что, ну, я в целом состою в этом масштабном международном Дисней фандоме. Там из Австралии приезжают, из Европы приезжают, из Японии приезжают. Ты всех их видишь вот раз в год, раз в два года он проводится, Ди-23. Ты можешь увидеть, там более, наверное, легкая система попадания на какие-то панели. Ну, естественно, если там презентация с Марвел, там фиг прорвешься. Но мне оно и не надо. То есть я успела посмотреть презентацию всего директорского коллектива Пиксар, еще когда Джон Ластер с ними был. Я успела посмотреть концерт, в котором участвовал Джоди Бенсон, это «Голос русалочки». Я успела сходить на концерт Алны Мэнкина, это самый крутой диснеевский композитор, который есть. Я залила слезами все, что только можно там. Я пообщалась вот на расстоянии вытянутой руки с Валерией Лапанте, которая рисовала Бо Пипп из истории игрушек и режиссировала про нее мультфильм. Ты познакомилась еще с актрисой, которая Тинкер Белл играла. Да, Маргарет Керри я встретила тоже, с которой рисовали Тинкер Белл в 1953 году. Она офигительная, абсолютно бабуля. Она всегда в зеленом, она всегда в чем-то блестящем. Она обожает всех косплееров Тинкер Белл, она еще обожает людей. Я очень люблю вот этих вот актеров, которые не стесняются каких-то своих, ну не таких на самом деле больших ролей. То есть она даже ведь не актриса озвучки, она просто была моделью за кадром, с которой рисовали потом фею. Многие какие-то стыдят своих ролей, то есть ну таких. Она прям везде про это пишет, везде про это рассказывает, с удовольствием рассказывает про свои общения с Уолтон Диснеем, и с аниматорами Диснея. И она прям суперклассная бабуся. Тай бог ей долгих лет здоровья. Расскажи, в каких образах, собственно, ты ездила на D23? Так, сейчас попытаюсь вспомнить все. Несколько раз я возила Тинкербелл в разных ее изображениях. Я возила туда ту, которая по более современному мультфильму, по ретро истории тоже возила. Я возила туда дважды Бо Пип из истории игрушек. Причем была очень классная история. Я когда пришла в этом костюме в первый раз, только-только вот я захожу в здание, со сцены главной анонсировали выход четвертой части про Бо Пип, и все ходят, меня поздравляют, будто я что-то сделала, так о чем произошло вообще? Я возила Бо Пип по новой истории игрушек, как раз где я познакомилась с режиссером, которая ее анимировала. То есть мне подошла какая-то женщина просто такая, типа, о, а я работаю в Pixar, ты очень классный космодер. Такая, все, мамка approved, все, замечательно. Кого еще я тогда возила? Я возила Золушку из фильма 2015 года. Я возила, по-моему, я возила «Алюстра не чудес», или это был «Сандиага Камикон». Это был так давно, я уже не помню. Что еще возила? А ну, панк «Белоснежка», обычную «Белоснежка», вот. Расскажи, как случилась панк «Белоснежка». О, это была очень внезапная история. Первоначально концепт принадлежит не мне, у меня есть классная американская подруга-косплеерша Фонни Гоуст. Она сделала панк «Спящую красавицу» со своими друзьями, они делали как раз «Спящую красавицу», по-моему, «Бэль» и кого-то еще. И они набирали большой панковский проект. Они, в принципе, каждые, где 23, разные команды косплееров набирают большие какие-то интересные проекты. То есть там, не знаю, все принцессы в образах из аэробики 90-х, все принцессы в пижамах. Это прям организаторы диктуют условия? Нет, это просто самоорганизация. Нет, там есть конкурс отдельный, но в конкурсе там своя история. А это просто ребят по фану собирается, потому что это собирает вокруг себя и прессу, и это весело, и как бы вы делаете что-то вместе, вместе всегда веселее. И она меня позвала как раз в проект. Я не помню, почему я выбрала «Белоснежку». Я почему-то, видно, сразу как-то костюм нарисовался в голове. Я его нарисовала в тетрадке и потом сделала. И каким-то образом, эти образы просто невероятно хайпанули на самом деле 23. Нас фотографировали просто все. Нас нафотографировали в официальный фотопанк Диснея. Даже вышла какая-то книжка по «Принцесс», где там моя фотка есть в этом костюме. Ну, все, круто. Вошла в историю персонажа, можно сказать. Вот так этот проект родился, и он до сих пор развивается. Он идет как «Панк-23», по-моему, так он называется. У нас всех были фирменные значки, которые мы сами себе сделали. И это просто человек 30-40, мне кажется, всех панков. У нас кого только не было в панках. Так, давай пока не будем уезжать из США на время, еще чуть-чуть останемся. Я так понимаю, что ты была еще в многих парках развлекательных, которые Universal, Disney и... Walt Disney World. Walt Disney World. Расскажи о своих впечатлениях. Ну, в целом, я в первый раз попала в Дисней Парк, начиная с Парижа. Ну, просто меня... Я поскольку в Дисней Фандоме, Дисней Парк это прям отдельная такая альмаматор всего Дисней Фандома. В парижский Дисней, ну, типа норм. А потом я попала в тот, который открывал сам Walt Disney своими руками, создавал этот парк. Ты заходишь на главную улицу, там есть пожарная станция, в которой был его офис на втором этаже, в котором он спускался в парк, покупал апельсиновый сок, насколько я помню. Со всех статуй, естественно, сигареты убрано, потому что я и Walt не курит, хотя все знают, что Walt очень много курил. Там просто рука к лицу. Да нет, там есть фишка, короче. У диснеевских кастмемберов, кастмемберы это все, кто работает в парке, и они называются кастмемберс. Они не показывают пальцем никогда вот так, потому что, во-первых, во многих культурах это считается неприлично, во-вторых, типа, как будто бы Walt Disney показывал все вот так, и вот этот жест у них всегда. Они всегда показывают двумя пальцами. Но на самом деле просто у него вот такой сигарет торчало между пальцами. Он на всех фотографиях, он вот так стоит. Вот. А про сам парк, он просто невероятный, тот, который именно самый классический. Даже Walt Disney World, который пышный, который состоит из пяти, по-моему, уже парков, он не так производит впечатление, как первый, потому что он удерживает в себе какую-то историю. Это как одновременно и парк, и музей. У него очень много различных внутренних приколов своих. Вот этот аттракцион открывал сам Walt Disney. Этот аттракцион содержал раньше в себе настоящие черепа и скелеты, потому что это было дешевле в 60-е годы. Это «Пираты Карибского моря». Кошмар. Вообще «Пираты Карибского моря» первоначально аттракцион, а потом уже мультфильм. То есть вот в основе... Ну как, и «Круиз по джунглям» тоже. И «Круиз по джунглям», и «Хаунтед Мэншин», который скоро выйдет, который выходил раньше с Эдди Мерфи, и очень много всего остального. И круто именно то, что там читают традиции, при этом развивают что-то новое. То есть там недавно открылся, по-моему, «Бату», называется. Это отдельный парк, посвященный «Звездным войнам». Он тоже просто невероятный. Ты заходишь и реально как будто оказываешься на какой-то планете. Там этот бар-кантинов, в котором тебе доливают голубое молоко. Очень круто. Есть отдельный магазин, в котором ты можешь собрать свой световой меч. Не просто его купить, а вот реально поставить кристалли, куда-то всё собрать. Там невероятный просто аттракцион полётов на «Тысячелетнем соколе», когда ты сначала проходишь через весь «Тысячелетний сокол», доходишь до кабины, вам раздают роли. Вот ты будешь пилотом, ты будешь сражаться, ты будешь техником какие-то кнопки нажимать. Они настолько всё это прорабатывают. Вот эти им инженеры, инженеры компании Disney, они очень всё в деталях делают. То есть ты не просто катаешься на какой-то горке, и всё, у тебя вот этот экспириенс, дух захватил от того, что ты съехал вниз, и всё. Каждый аттракцион — это какая-то история. Это просто невероятно. И актёры, которые работают в Disney, у них дичайший строгий бренд-бук. Как они работают, как они общаются с посетителями, какого они роста, какого они размера, как они подписывают тебе автографы. Это всё на кастинге тестируется, а потом очень долго обучается. Это тоже потрясающе. А почему какой-то запрос на рост? Потому что у всех персонажей разный рост. Я не могу работать в Тинкербелл, потому что я на 3 сантиметра выше. То есть они прямо ищут человека, который с точностью до сантиметра воспроизводит... Абсолютно. ...это персонажа? Да. Я вот был в парке Universal, который в Лос-Анджелесе, и у меня сложилось впечатление, что это такая история, где ты платишь за вход... Покупаешь сувениры и уходишь. ...в гигантский торговый центр. То есть ты платишь за вход, чтобы внутри заплатить ещё больше, потому что очень много магазинов, и по большому счёту это как бы... Ну, действительно, ты большой торговый центр, очень красивый, возможно, самый красивый вообще в мире. И плюс, ну, аттракционы, да? Ну, парк Universal в этом плане попроще, но его тоже нужно уметь готовить. Лучше всегда в такие парки ходить с парк-гойерами. Это вот эти люди, которые живут в парках развлечений, у них эти ежегодные абонементы, они знают про него всё. Тогда это сразу становится интереснее. Потому что я сходила первый раз сама, мне тоже не очень понравилось. Второй раз сходила с своими друзьями, они мне показали просто всё. Каждый закололок вот этого мира Гарри Поттера, который очень круто выглядит. Мы сходили на все культовые какие-то райды, ну, было прикольно. Но в целом Universal даже сами там местные знают, что он как бы... Он просто старый, и он такой... Он основан же прямо на киностудии, там есть этот тур по киностудии, который, ну, soul-soul. Но всё равно прикольный такой экспириенс. Ну, на один раз парк норм, но я в него ходила много раз, и ещё с удовольствием бы сходила. Вот ради Гарри Поттера, и сейчас, конечно же, ради Супер Марио Лэнда, или как он там называется, просто невероятное что-то. Universal сами понимают, что их парк устаревает, что Диснейленд выигрывает их вообще по всем фронтам, и они стараются. То есть они открыли Гарри Поттера, какие бы проблемы сейчас с Гарри Поттером не были. Они открыли Марио, с которым не будет, я думаю, никогда никаких проблем. Марио Уорлд выглядит просто потрясающе. От мерча, который там продаётся, до шоу-фейерверка, который они там сделали, тоже с замком Болзера в разные стороны, какие-то искры. Очень круто. Давай тогда переместимся в Россию обратно. Ты до этого говорила, что ты ездишь много по стране в том числе. Ну, стараюсь, да. И, в общем, приезжаешь на разные косплеи-фестивали, я так понимаю, ну или приезжала. Нет, наоборот, начала сейчас ездить. А, сейчас больше. В Москве нормальных фестивалей не осталось. Потому что появились сложности с поездками в США в том числе. Ну, своих сложностей в поездках в США я виновата сама, потому что я не проделала визу вовремя. А так, да блин, одно другому вообще не мешает. Потому что наши фестивали, косплейные, это абсолютно другая атмосфера. Особенно, я сейчас не говорю про коны, я говорю именно про косплей-фестиваль, который состоит только из косплея. А почему ты считаешь, что в Москве как-то это всё загнулось, а в регионах? Потому что оно загнулось. Потому что раньше были косплей-фестивали в ДК, вот это стандартный формат косплей-фестиваля. Он сейчас умер просто как жанр, к сожалению, в Москве. Есть парочка фестивалей, которые там, не знаю, реально уже, их тоже нужно уже закопать и заколотить крышку гроба. Потому что, ну, сколько можно. Нынешнее поколение косплееров, сейчас как бабка немножко поговорю, они всем другие. Сейчас в Москве в целом такой тренд на фаст-косплей. Это косплей, который сделать легко, который можно купить на Алиэкспресс, в котором ты приходишь на какой-нибудь маркет. Сейчас в целом формат маркета более популярен, чем формат косплей-фестиваля. Ты просто пришел. В чем отличие? Косплей-фестиваль – это ДК-шная история. Там есть форматы свои. Это дефиле, это сценка, это какие-то боевые постановки, это караоке, ну, не караоке, которые в баре с микрофоном. Это выходит певец, поет какую-то песню, тоже сзади какая-то подтанцовка, либо что-то разыгрывается. Это, ну, вот различные такие форматы. Это прям сценическая самодеятельность. Очень раньше была крутой. А на маркетах это вот художники сидят, продают свои какие-то шопперы расписные, открытки, вот это вот все, изделия, и ходят косплееры, просто тусуются. Там есть дефиле, но дефиле, опять же, не такое красочное, как был ранее, наверное. Потому что сейчас, ну, чтобы знать, как это круто делать, нужно где-то взять пример. То есть я приходила, когда в косплей-тусовку, то были крутые ребята, которые ставили, сами мюзиклы какие-то писали, учились фехтованию, там, в театральных вузах, что-то еще там. Были сами какими-то организаторами, мессовиками, затеянниками, поэтому, ну, узнали, как делать правильно все. А сейчас ребята просто косплееры. Это не то неплохо, не это неплохо. Просто сменилось поколение, но я очень надеюсь, что ДК-история возродится в Москве. Потому что в регионах ты приезжаешь, там все то же самое. Там сцена, сценки, дефиле, и это прямо отдушина. Вот сейчас я ездила на фестиваль в Казань, это было просто потрясающе, потому что, во-первых, полный зал. У нас обычно как на ДК-фестивалях, когда они начали загибаться. Ты приходишь в зал, там три с половиной коллеги сидят, потому что все тусуются в фойе. Всем интереснее там пофотографироваться, поснимать тиктоки, пошопиться на ярмарке. Никому не интересно слушать караокеров. Старый мем про то, что запел караокер, все вышли из зала. Ну, потому что не все хорошо пели. А в ДК-фестивалях в регионах, это Ярославль, это Казань, это Пермин. Из того, что я знаю, прям хорошо. Полный зал, поддержка невероятная, потому что там какой-то трюк сделали на сцене, все аплодируют. Вот поддерживают, встречают, провожают, там фонариками светят, когда кто-то поет, что-то такое. Это потрясающе абсолютно. Я обожаю самодеятельность, особенно такую качественную, поэтому мне очень жаль, что, конечно, в Москве ее почти не осталось. Ну, просто потому, что в Москве другие запросы сейчас у аудитории, наверное. В чем еще отличается специфика регионального косплея, скажем так, и московского? Да, в принципе, везде косплееры одинаковые, у всех один и тот же интернет, в котором они ищут туториалы, в котором они заказывают какие-то детали или даже костюмы. Но я могу сказать, что в регионах есть крутая штука на базе каких-то ДК, молодежных клубов и прочего, прям кружки косплея, где собираются молодые косплееры и учатся шить, учатся крафтить, учат укладывать парики, учатся как раз сцену движению, и это сразу видно, потому что, ну, это казалось бы просто такая легкая база, но когда она есть, человек по-другому абсолютно раскрывается на сцене, он готовит по-другому свой номер, когда ты полностью собрал его сам или даже, ну, окей, за тебя шили костюм, если там ты не умеешь шить, но ты придумал номер, ты его поставил, ты собирался своей командой и все это делал, это смотрится намного красочнее, чем просто выйти в дофиле на 60 секунд, покрутиться и уйти, даже с самым красочным костюмом. Хотя нет, я не спорю, что в Москве тоже есть крутые ребята, которые фехтованием занимаются и акробатикой, и чем только они занимаются, но в регионах это более развито, мне кажется, сейчас. В Москве все хотят быть тикток-популярными косплеерами. А ты как к этому относишься? Я к этому отношусь позитивно, пока людям нравится, пока не кайфуют. А у тебя есть тикток? Да, но я обозреваю эти фигурки, у меня почти 400к или уже есть 400к тысяч подписчиков в тиктоке, много. Кстати, о фигурках. Яроша, ты спросил. Как так получилось? Я всю жизнь что-то коллекционирую. То есть, какие-то наклейки с Сейлор Мун были первоначально, потом, не знаю, эти, господи, сотки с покемонами, потом какие-то игрушки из Макдональдса, еще что-то, еще что-то. И вот, когда у меня появились свои собственные деньги, которые я могу тратить, как я хочу, я начала просто собирать фигурки. Прям основательно я начала собирать вот именно Тинкербелл лет вот с 10. Ну, сначала это были разные там рюкзаки, тетрадки, все, что можно было найти в доступе, потому что никаких фигурок, никому ничего этого не было. Тем не менее, находили там, не знаю, заказывали какими-то окольными путями из Америки какие-то кулоны с ней, часы, что-то еще, все, что можно было найти. Потом уже начала собирать куклы, начала собирать фигурки с ней, сейчас довольно большая коллекция именно самой Тинкербелл у меня. Потом в мою жизнь пришли фанк и поп, вроде как, по моим внутренним ощущениям, они наконец-то из моей жизни уходят, то есть сейчас мне уже не хочется их собирать, но, естественно, если они выпустят каких-нибудь моих любимых персонажей, я их куплю, потому что, ну, как бы мне надо. Потом в мою жизнь вошли аниме-фигурки, сейчас у меня новая гипер, старая новая гиперфиксация на Sailor Moon, я собираю эти лунные жезлы разных форм, размеров. В общем, не знаю, мне просто по кайфу сам факт владения вещью, выставлением ее в шкаф, возможности покрутить ее в руках, как-то поиграть с ней, просто там, не знаю, поснимать ее. Если я понимаю, что, окей, эта вещь мне больше не нужна, я спокойно ее продаю. Но у меня есть там две коллекции, которые я никогда не продам, это вот как раз все фигурки и куклы Тинкербелла, это уйдут в могилу вместе со мной, и моя коллекция фанка-поп по кошмару перед Рождеством, потому что это просто потом и кровью набранная за много лет коллекция. Мне кажется, у меня уже есть все, что выходило по этому фандому. О твоей деятельности, я так понимаю, ведущей в полной мере, конкретно Comic-Con Online. Как это сложилось, как это получилось. И мы возвращаемся в студию конкурса Comic-Con Cosplay Competition 2020. Сегодня косплееры сразятся в номинации «Игромир» костюмы по популярным видеоиграм. Как и многие вещи в моей жизни, это просто, не знаю, судьба, обстоятельства и какое-то мое внутреннее, наверное, везение. Ну, у меня, я живу с синдромом самозванца, мне всегда кажется, что все со мной случается случайно. Но вот мои друзья знали, что я работаю с Disney, я для них делала трансляции с их премьер, ну, такие в формате там Инстаграма, в формате Одноклассников, прости господи. Я вела просто такие трансляции, потом случилась довольно важная и знаковая трансляция, она причем была в день с Comic-Con'ом в 19-м году, я с Comic-Con'ом убежала на работу, на трансляцию. Приезжала Мишель Пайфер в Москву на премьеру «Moleficenta 2», у меня была полноценная ковровая дорожка, то есть с болтанием между блоками, с интервью гостей, с интервью Мишель Пайфера там с огромным просто перечнем «Что можно, нельзя», там нельзя было вот ботинок ставить вот так вот на ковровую дорожку, где она проходит. Я очень боялась, что сейчас придет какая-то женщина и откусит мне голову, она подошла, обняла меня, сказала, что я красоточка. Я так расслабилась сразу, нормально с ней поговорили. И, насколько я знаю, мы как раз друзья, которые в оргкомитете Comic-Con'а показали ребятам вот этот отрывок из интервью с Мишель Пайфер. Типа, ну, видимо, я им подошла, спасибо им огромное за такое доверие, люблю всю команду очень сильно, жалко, конечно, что все это закончилось. Но вот я так стала вести Comic-Con в какой-то момент. Есть еще Bubble Comics Con? Да. Это что такое? Это своя выставка Bubble, которую они организуют в формате тоже Comic-Con'а, можно сказать. Также сцена, также встречи с какими-то звездами, аллеи авторов, магазинчики, косплееры, презентации каких-то новинок, дружественных компаний. И вот, да, с Bubble мы тоже подружились. В первом году Bubble Comics Con я вела онлайн, там была трансляция с мероприятий с отдельной студией, в которую приходили ребятки, там всякие классные авторы рассказывали про свои проекты. В этом году я тоже вела трансляцию в основном, но потом мы с Серегой Хоббитом еще и на сцене там вместе поработали. А оффлайн мероприятие ты вела, вот прям с микрофоном, со сценой? Да, были форматы вот по моей работе вот первые в ивент-сфере и вот как раз на Bubble Comics Con в последнем там что-то я успела провести после трансляции закончилась. И очень хочу провести вот прям такой махровый ДК-фестиваль с косплеем, прям очень хочу. А я еще вела в ЭК-фест косплей-сцену в этом году, в прошлом году, в этом тоже буду вести. Я так понимаю, что ты на Bubble Con в том числе с Томом Фелтоном познакомилась в образе Белатриса, видимо, это была. Вот. Вы пообщались с ним как-то или просто... К сожалению, с ним было невозможно пообщаться. У него был очень строгий райдер того, как он перемещается по площадке. У меня не был куплен билет на автограф-сессию, потому что я была все время в студии. Я не понимала, попаду я в слот, не попаду в слот. Он решил не рисковать деньгами. Опять же, спасибо Сереге Хоббиту второй раз. Он в какой-то момент вывел меня на сцену зачем-то к Тому Фелтону, когда ему задавали вопрос. Задай какой-то вопрос дурацкий. Такая, ну, хорошо, у меня даже вопросов нет. Он такой, о, Анти Беллос. Он очень круто отыграл с персонажем. Ну, у меня будет простой вопрос. Чем слезыринцы лучше, чем все остальные? Мы веселее живем. Пожалуйста, поаплодируем. У меня отношения с аниме вообще не сложились в моей жизни в целом. Это нормально. Да, я посмотрел только «Тетрадь смерти». Не понравилось? Мне очень понравилось. Я такой, ну, мне достаточно. Посмотри «Атаку титанов». Вот, да. Я хотел у тебя спросить совет, во что войти. Ну, просто «Атака титанов», мне кажется, что это, ну, она до сих пор идет. Ну, остался финал. Вот как раз, пока ты закончишь ее смотреть, выйдет финал. Она бесконечная. Почему мне стоит ее посмотреть? Она, во-первых, она заходит тем, кто не любит аниме, потому что там нету вот этого всего, за что не любят аниме не любители аниме. Она в европейском сеттинге, который привычен тоже тем, кто не любит аниме. Там очень классный, реальный сюжет. То есть, я его смотрела сама в прошлом году целиком. Потому что как-то, он уже давно выходит уже, 500 лет, потом про него забыли, потом про него вспомнили. И каждый сезон бьет тебя под дых просто. Потому что ты только влюбляешься в персонажей, и ладно бы они умирали. Нет, они просто, в следующем сезоне это вообще уже другие персонажи. И там такой, окей, я буду любить вот этого чувака. с ним что-то еще происходит. И там настолько какие-то необычные сюжетные действительно повороты. И чем сейчас там все это заканчивается, это просто уже за голову хватаешься. То есть, ты вспоминаешь, с чего все начиналось. Это мальчик маленький, который, я хочу убить всех титанов. И то, что с ним стало в последнем финальном сезоне, такой, ешкин кот, какой ужас, что вообще творится. Оно прямо такое, ну вот, насыщенно именно сюжетно. То есть, там не вот это вот аниме-повседневность, которое многих отталкивает, да, там прям, ну вот, полноценное культовое произведение. Я считаю, что оно станет таким, как тетрадь смерти как раз, которая тоже уже, мне кажется, вышла за рамки аниме. То есть, это такой тайтл, который смотрели даже те, кто не любит аниме. Я думаю, что «Атака титанов» единственное, чем она может отпугивать количеством серий. Но смотрится на одном дыхании. Я просто, я просыпала все на свете, потому что я не могла оторваться, и мне нужно знать, что будет дальше. «Атака титанов», мне кажется, реально станет все-таки культурно следующую тетрадью смерти, потому что вот у меня уже ощущение, что она выходит за пределы, когда ты смотришь там «Второго кота в сапогах», и там начинается со сцены, которая прям вдохновлена «Атака титанов». Да, я не видела еще. Да, и сейчас еще кроссовер с «Фортнайтом», и ты понимаешь, что как бы, ну, это уже что-то большое. Что-то на уровне Наруто, да. Да, но у меня вот ощущение по-прежнему, что аниме такое достаточно, при том, что это очень популярная тема, это такое все-таки относительно закрытое сообщество. Уже нет. Уже ты приходишь в любой торговый центр, там все подростки сидят в этих анимешных худе. В моем детстве за это били ногами, к сожалению. Сейчас это уже массовая культура абсолютно. То есть, ну, аниме показывают по телеку, есть отдельный канал, который показывает только аниме. Аниме есть на всех ресурсах, отдельные папки, очень просматриваемые. Аниме... Все знают, что такое косплей, не нужно объяснять по 10 раз, что такое косплей. Тем унылым описанием с Википедии. Поэтому, ну, мне кажется, что сейчас это уже прямо масс-маркет. Атака Титанов, хитяра в России, он же сейчас до сих пор легально выходит. Вот. Очень хорошо смотрит. Но, тем не менее, у меня еще пока такое отношение, немножко скептическое, то, что самые злые люди в интернете с аниме на аватарках. На ДТФ. Это было хорошо. Хорошо. Хорошо даже на ДТФ самые злые люди. Анимешники? С аниме на аватарках, да. Ну, как известно, как говорил товарищ Соник, персонаж, известный, синьежик, мнение людей с аниме на аватарках не учитывается. Вот как бы, да. Я еще заметил по твоему инстаграму, что ты там активно ждешь фильм про Барби. Да, 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 да. Почему? Это будет лучший фильм за всю историю кинематографа. Если они, конечно, не на, там, не надушнят вот с жесткой реальностью, что-нибудь такое. Если они оставят то, что они оставили в трейлере, то это будет лучший фильм. Потому что, ой, как же сказать, Барби, это настолько тоже фандом потрясающий. Барби, она же, к сожалению, в России к Барби очень предвзятое отношение, что это девочка в розовом, который все покупают, которая тупая, как пробка. Барби нифига не такая. Она никогда не была такой. Кен для Барби это аксессуар. Буквально, потому что он участвует только в некоторых ролеплейных историях. Окей, ей надо сходить на свидание и достаешь из шкафа Кена. Окей, ей нужно пожениться, достаешь из шкафа Кена, а потом убираешь его. Все, на самом деле, Барби играет главную роль. Барби освоила более 200 профессий сама, как кукла. Барби полетела в космос раньше, чем... Нет, не раньше, она полетела на Луну раньше, чем американцы. Она была первой женщиной-президентом Америки. Она была спасателем, мучительницей, кем она только не была. И при этом Барби на слабоне. У нее все получается, потому что она Барби. Не потому что... Она просто офигенная, крутая, умная. У нее есть все на свете. У нее лучшие друзья. У нее огромный розовый дом мечты. И вот вселенная Барби, она про это. Про то, что Барби крутая, про то, что Барби вдохновляет девочек быть такой, как она, то есть быть самой крутой, осваивать разные профессии, стремиться за своей мечтой. В целом, Барби перевернула мир игрушек в целом, потому что до Барби все девочки играли в пупсов. У пупсов в ролеплее детском только одна функция — быть ребеночком. Его можно нянчить, максимум его можно лечить. Все, что ты можешь делать. Появилась Барби, с Барби можно отыгрывать взрослые сюжеты, можно пойти с ней на работу, она может пойти на учебу, она может быть фотомоделью, она может быть русалкой, она может быть вообще всем, кем угодно. Собственно, слоган Барби. Получается, по крайней Симс. Да, Барби, у нее слоган «You can be anything». Это действительно так. Барби может быть всем, кем угодно. В 90-е она была актрисой, которая снималась в фильмах, и эти фильмы выходили в прокат, офигительные абсолютно. Потом в нулевые, поздние вышел офигительный абсолютно мультфильм, который я всем советую. «Барби Life in the Dream House», он есть на Ютубе. Это многосерийный сериал про жизнь Барби в ее доме мечты, который наполнен кучей просто какой-то иронии, стебом над самой Барби. И он еще встрато анимирован, это доставляет вот этого особого удовольствия, потому что вот эти все рожи перекошенные. Но при этом он настолько стебет всю эту тему, что это потрясающе. Также Барби была потрясающе показана в истории игрушек с Кеном, когда они тоже вот такие все прям угарные. И я надеюсь, что в фильме Барби сохранится этот вайб. И судя по тому, что нам показали в трейлере, судя по тому, что показывают на постерах, а на постерах дофига отсылок для тех, кто шарит за Барби. Там Майкл Сера, во-первых, откуда вы не его вытащили? Скотт Пилигрим во вселенной Барби. Он играет... Из рехаба, возможно. Да. Он играет друга Кена, который вышел в каком-то там 70-м году, по-моему. И его списали с продаж, потому что его никто не продавал, никто не покупал. Это вот друга Кена, он никому не был нужен. И это настолько, типа, крутая отсылка для тех, кто шарит. Там есть кукла Митч, беременная, рыжая, которую тоже снимали с продажей со скандалами, что она пропагандирует подростковую беременность, что-то такое. То есть они настолько, типа, сделали все, в теме... Для фанатов. Потрясающе. Ты прямо сейчас открываешь для меня вообще новый мир. Ну, слушай, если смотреть трейлер Барби внимательно, там столько отсылок на разные образы. То есть даже все костюмы, в которых главные герои показаны, ну, почти все, это реально существующие куклы Барби. Давай перейдем к Блицу. Кого бы из персонажей ты хотела бы еще закосплеить прям косплей мечты? Из любых фантомов? Можно из любых? Угу, хорошо. Линк из Breath of the Wild. Ну, остановимся на нем, хорошо. Почему до сих пор не сделала? Ну, вот как-то дорого. Там и расшивная рубаха, и этот меч, и этот щит, и, в общем, ну, тысяч в семье стоит мне Линк. Пока не готова. Да, еще хочу сделать из игровых персонажей Дафну из Дрэгонслейер, принцессу Дафни. Нужно больше принцесс. Мне недостаточно принцесс. Какого фестиваля в России тебе не хватает? И ты бы, например, если бы у тебя была возможность, ты взялась бы за его проведение? Стандартный косплей-фестиваль, посвященный только косплею, но с бюджетом гик-конвента. То есть в каком-то нормальном помещении, в нормальном, вот, на всем. Чтобы это было прям классно. Не вот ДК между собойчик, а чтобы был прямо фестиваль-фестиваль, посвященный полностью косплею. Я думаю, что косплей в России уже на том уровне, чтобы на него приходили и смотрели. Косплей не умер в России. Косплей развивается и продолжает жить. Нет, есть мнение, что он умер, кстати, вот. Да. Нет. Косплей жив сейчас. В Москве чуть-чуть умер. Нет, он не умер. Он просто стал масс-маркетом. Окей. Какой игры, ну, кроме ремейка Sims 2, который... ...на рынке тебе не хватает? Вот. Игра мечты. Или это все-таки просто ремейк Sims 2? Нет, ну, ремейк Sims 2 безусловно. Наверное, какой-нибудь классной фэнтезийной игры по волшебнику страны у вас. Прикольно. Там очень крутой просто сеттинг. Мне кажется, что игра бы прям была интересной. Может, даже в таком дарк формате, как, не знаю, магия Алиса, что-нибудь такое. Как бы выглядела принцесса Дисней в сеттинге песен Короля и Шита? Ого! Она была бы в черном цилиндре, в наряде старинном. Ну, кстати, очень прикольная принцесса вышла как раз в сериале Короля и Шита, которая... принцесса Агата. Я думаю, что она была какой-то такой вот что-то между трубодурочкой из бременских музыкантов и панкотой. Ворваной юбке из-за мешков из-под мусора. Я с сыгравшей ее актрисой на премьере познакомился. Было очень клево. Любимый выпуск Лапенко. Боже мой, про концерт, где Шишняга по Вене дал Дети Черные. Первое, что вспомнилось. Наверное, он. Потому что я полюбила Багрова Фантомаса после этого выпуска. Так, Элизабет или Эскалибур? Экскалибур из Сол Итера. Почему? Потому что в аниме Сол Итер Экскалибур это очень бесящий персонаж. Лучший Сёнэн? На данный момент Человек-бензопила. Я не люблю Сёнэн, поэтому для меня это Человек-бензопила. Человек-бензопила же как бы такой сейчас прямо прорыв-прорыв. Да, потому что он Сёнэн нового поколения. Что значит? Поясни, пожалуйста, для зрителя, что значит Сёнэн для начала. В целом Сёнэн всегда одинаковый сюжет. Это есть главный герой, есть его друзья, и они вместе идут спасать мир. Ну, это если прям совсем... Это всегда один тот же сюжет. Это всегда один тот же сюжет. Ну, вот Наруто, магическая битва, Блич, всё что угодно, это вот этот такой сюжет. Тот же фанпис, тоже в каком-то смысле. А главный герой не хочет спасать мир в бензопиле, он хочет пожрать и помацать сиськи. И поэтому он близок к аудитории, которая на него смотрит. Я пошёл смотреть. Это буквально его... Он получает суперсилу и использует её только ради того, чтобы помацать сиськи. Я пошёл смотреть. Спасибо большое, что пришла к нам. Спасибо, что позвали. Было приятно с тобой поболтать. И узнать абсолютно всё про Барби. Просто космос. Пока. Всё, всё, ура. Ей. Спасибо за терпение. Субтитры сделал DimaTorzok